Борис, пойдем поговорим о детях. Сколько у вас сейчас детей? Семь. Семь. Я просто не успеваю следить за... Мы снимали, у вас было пять, потом шесть, потом... Теперь семь. Одна из таких историй в каждой семье — это появление ребенка. И ладно, мы уже чуть-чуть проговорили о том, что это бывает кризисным моментом. Кто-то устает, бессонные ночи, запланированные или не запланированные, финансовые. Кризис бывает. Ну, из кризисов понятно теперь нам, как выходить. Но Лера вот сказала, что бывает разница во взглядах на воспитание и вообще на взаимодействие с детьми. Какие у вас принципы воспитания и направления ваших детей в светлое будущее? Ну, во-первых, сразу скажу, что мы в этом пути, мы несовершенны, мы стараемся, что-то не получается, что-то получается. И как получится, оно еще будет видно. С Божьей помощью. И скажу, что рождение ребенка — это всегда кризис. Это не то, что там мы ждали, рады, но это всегда связано с чем-то, с новыми вызовами, обстоятельствами. Юлия Юрьевна как-то вот сказала, что каждый ребенок — это удар под дых в семье. Вы хорошо держите удар. И я согласен. Действительно, ну, тяжело, трудно все равно. И кто-то там говорит, да что там, первые два, а потом нормально, ничего страшного, уже все привыкли. Нет. И на седьмом я, вот ребенок после сорока, это уже вообще для меня было так тяжело, вот сложно. Что касается воспитания, да, мы, во-первых, мы стараемся участвовать вместе в воспитании, не только там, вот, ты мама, ты занимайся, вот, твои дети, вот, давай. Мы стараемся как-то вдвоем участвовать в этом процессе, и наши взгляды на воспитание детей, они, конечно, ну, как бы, в какой-то момент мы сели, поговорили. То, что для нас приемлемо, что неприемлемо, что мы хотим, как мы хотим это развивать, нашу семью с рождением детей, то есть мы договорились. И нам все понятно на сегодняшний день, и действительно, там, порой Маша может сказать, я вот с этим не согласна, как ты поговорил с ребенком, или вот ты сегодня сорвался там, или ты сегодня наругался, а вот, и я, ну да, сто процентов, у нас нет такого, что нет, ты не права. В основном мы всегда согласны. Ну и у меня Маша, кто знает, ей сложно апеллировать. Да. Расследование уже проведено, да. Молодец. Согласен. Я согласен с Машей. Да, да. Ваше воспитание здесь. Да, да. Я согласен с Машей. Ну вот мы не наказываем физически детей, вот, хотя я скажу, что вот до момента, наверное, когда ребенку там до трех, наверное, лет, вот, когда ему еще сложно что-то объяснить, вот, доказать, что розетка это плохо, ну, он просто не понимает, вот. Вот мы порой использовали, ну, такой там, там, не прутик, а шнурок от айфона, так, чтобы просто он почувствовал там, вот, вот это я сделал, и вот здесь результат вот такой. Заболело. Да, да, вот как бы больше делать не буду. Вот такую причинно-следственную связь. Хотя вот у нас сейчас младшей, сколько там, полтора, ну, нет, уже больше, в августе два будет. Не помнишь. Не, плюс-минус два будет в августе, уже почти два. Вот с ней как-то все на удивление хорошо, но она тоже, она уже в обществе, там, шестерых детей, вот, ей как бы понятно, в принципе, кто что делает, она всех отслеживает, вот, говорить раньше начала, ну, понятно, естественно. Вот, то есть такого нет, там, девочек я вообще никогда даже не, ну, так, не поднимал руку, там, и считаю, конечно, с девочками вообще особенная история. У меня их четыре, вот, и это, вот, это чистый кайф, я не знаю, девчонки, это просто что-то невероятное, вот. А с пацанами у меня как бы сложнее, вот, там, вы знаете, у нас двое из детского дома, такие два подарочка, вот, они периодически отчебучивают, вот. И порой там, да, могу там подзатыльник дать, ты, ты че, ну, мы с тобой. Вот был интересный случай, я в очередной раз разговаривал, у меня младший Артем, вот, и он приходит со школы, ну, вот мы с ним беседуем каждый день, вот это нельзя делать, вот это нельзя делать, и он каждый день приходит и опять это делает, вот. И я уже ему говорю уже, Артем, почему? Мы же вчера только с тобой разговаривали. Он на меня так смотрит. Папа, оно само. И я говорю, что само? Тело. И, и вот, че ты скажешь? Да, вот, но все равно, то есть это вот, когда уже там нет ни сил, ни нервов, вот, а так мы, конечно, с Марией давно приняли решение, что мы там не наказываем физически, вот, но больше как-то лишаем чего-то. Сегодня вот замечательный инструмент, вот, забрал, вот, и ребенок сразу все понял. Быстро-быстро поднимают. Да, да, да. Ну, и так далее. Есть у нас поощрение, есть наказание, вот, всем все понятно, есть ответственность у каждого ребенка. То, что делает, кто отвечает, там, за мусорное ведро, кто отвечает за кухню, кто, там, за постели, там, и так далее, и так далее, ну, вот. Ну, как бы в большой семье просто других вариантов нет, поэтому каждый знает свои задачи, вот, ну, в целом, вот так. Ну, сказать, что мы какие-то специалисты, профессионалы, ну, нет, мы сами учимся, сами в пути, и что-то не получается, ну, как-то, что уж делать. Ну, вы, у самурая нет цели, только путь, или вы обозначили, мы хотим наших детей воспитать так, чтобы, чтобы что, какая цель? Ну, да, мы не самураи, и у нас, конечно, вообще, для меня ключевая задача, это какую-то цель поставить, вот, чтобы ты тогда мог вычерчивать вот этот план. Вот. И, ну, для меня сегодня, ну, как бы, вот просто, чтобы воспитать хороших людей, да, вот, там, не хочу, там, чтобы ты был, там, IT-специалистом, ты доктором, ты пастором, ты еще. Юристы еще нужен, юристы. Да, юристы, да, ювелиры. Стоматолог. Вот, ну, просто вот стараемся нести наши ценности, вот, своим детям, вот, просто, чтобы были достойные члены общества и Царства Божьего. Угу, отлично. Мы затронули эту тему с физическими наказаниями, и, понятное дело, что мы сейчас не сможем, вот, окончательно поставить точку, потому что уже годами идет этот спор. Да. Но, тем не менее, у нас уникальная ситуация. У нас здесь одновременно присутствует и священник, и психолог. И тогда мы одному можем сказать, вот эта вот розга или розга, она реально имеется в виду наказывать и бить. А потом, Надежда Александровна, вам тоже с психологической... Можно спорить? Можно спорить. Вы наказываете физически детей? Уже нет. Ну, сейчас-то, понятно, они все разъехались. А, ну, один остался еще. Мы прошли большую эволюцию тоже в этом плане, потому что изначально это чуть ли не было доктрины, учениям, и действительно это место писания, и спритч, там, что, там, кто любит своих детей, тот не жалеет розги, там, и так далее, и так далее. Там, наставь юноша изначально, там, и ты наставляешь его, и причем многие хорошие, на мой взгляд, христианские психологи, писатели, которые прям говорили, тот же Джеймс Добсон, с которым мы начинали, он очень долгое время говорил, что надо, то есть он говорил, ну, даже там у нас своя специфика была палочка, чтобы ремешок, ну, неправильно, палочка, там, или нажать на какие-то мышцы, там, и я помню, все эти главы читал, сам этому учил. Но потом, впоследствии, как-то мы взрослеем и понимаем, что, в общем-то, это больше от беспомощности, и когда ты говоришь одну из вещей из воспитания детей, вот, мое самое большое откровение, скажем, тоже воспитывая пятерых детей, многие из них сейчас уже все, кроме одного, вышли из лона нашего, что бесполезно детям давать свои ценности или установки, если у тебя нет с ними отношений. Это контрпродуктивно. Когда ты детей ставишь им какие-то цели, какие-то, но ты не строишь с ними отношениями, все эти ценности, они даже будут не во благо, а во вред. То есть, и вот одна из самых больших ошибок, которые мы делали, то есть, мы были твердо убеждены, что мы от них хотим. Первое, второе, третье. Ну, мы, нас совсем мало кто учил, что нужно брать время и строить эти взаимоскрепляющие связи, и тогда, только тогда, твои ценности становятся их ценностями. Мы тоже проделали большую эволюцию, я вернусь еще вот именно к постановке цели, потому что изначально ты говоришь, что я хочу, чтобы мои дети были там священниками, там, и там такими, такими верующими. Потом ты понимаешь, может быть, ты задрал сильно эту планку, и это не в твоих силах, потому что, ну, во-первых, у них есть своя воля, во-вторых, у них есть друзья, у них есть не только ты влияешь на их жизнь. В-третьих, потому что мои дети говорили мне, папа и мама, вы не дали нам выбора. Мы в церкви только, потому что вы таскали туда нас, и у нас не было выбора. И когда, да, ты можешь таскать ему, пока ему 12-13, но потом это невозможно. И как только у тебя нету возможности манипулировать им, или возможности как-то угрожать ему, он тут же уходит, и ты в шоке, ты говоришь, я ничего не понимаю. А оказывается, ты передавал ему принципы и ценности, не передавая отношений, ну, или не объясняя, это гораздо сложнее. Потом мы подумали, ну, ладно, главная цель наша, как родительство и воспитание детей, это воспитать хотя бы хороших людей уже. Ну, если уж не священников, ну, хотя бы пусть хорошие люди будут, я уже буду считать себя состоявшимся родителем. Потом ты понимаешь, что и даже это очень непонятная цель, потому что, опять же, они все в твоих силах. У них есть окружение, у них есть выбор, у них есть тоже какие-то свои, своя жизнь, свои влюбленности, свои еще что-то, интересы. И я понял, что, и вот совсем недавно мы осознали, что единственная, достижимая цель, которую я реально могу поставить для себя, как родителя, воспитание детей, это сохранять с ними тесную, эмоциональную, душевную связь. Вот это я могу делать, это в моей власти. То есть это уже никто от меня убрал. И когда у меня с ними есть связь, тогда у меня есть очень неплохой шанс, что мои ценности могут стать их ценностями. И когда у меня есть с ними эта связь, тогда у меня есть шанс, что то, что ценно для меня, может быть, ценно для него и для нее. И вот над этим мы работаем сейчас. То есть вот, ну, здесь немножко пришла трезвость в этом плане. А что касается наказания, я в этом все больше и больше убеждаю сейчас, особенно когда консультирую детей, родителей, христиан, которые наказывали своих детей, насколько глубокие шрамы это оставляет. Мы даже не понимаем до конца пагубность и насколько это контрпродуктивно. Я знаю, есть аргументы, которые говорят, что меня наказывали и вот видишь, нормальный получился. Ну, во-первых, вопрос нормальный или не нормальный. Какие критерии оценок? Да, какие критерии оценок? Это раз. Во-вторых, не факт, что это сработает в жизни какого-то другого человека. В-третьих, мы совершенно живем в другом сейчас мире. Мы должны это понимать. Сейчас вот в России мы еще обсуждаем этот вопрос. В Америке ты бы или в Европе этот вопрос не обсуждал. Тебя просто посадили бы в тюрьму. И все. То есть это даже, ну, как бы это даже противозаконно. Поэтому эти вопросы, они уходят автоматом. Поэтому и сейчас, конечно, и детей восприятие совершенно другое. Я помню старших детей, которых мы наказывали. Лично я помню, что мы наказывали, ну, лично я помню уже 2-3 раза. Как мне кажется, я не был родителем, который прям вот был в культуре наказания за все и навсегда. Но они сейчас, даже сейчас, моему старшему сыну, там, 32 года, он вспоминает, папа, ты меня порол как сидоровую козу, там, ты мне то-то, до сих пор я прошу прощения за какие-то те моменты, которые были. И я вижу, насколько это было пагубно. Я помню, у нас был с ним разговор, он говорит, ты, я там что-то украл, ты наказал меня. И я сделал вывод какой, надо воровать, чтобы не попасться, потому что будет наказание. То есть, опять же, я делал правильный принцип, но без отношений. Этот принцип совершенно работал в другую сторону. Вот поэтому я теперь категорически против физического наказания детей. Это больше показатель беспомощности твоего как родителя. Надежда Александровна, с точки зрения психологии, дети, которые подвергаются физическим наказаниям и дети, которые не подвергаются физическим наказаниям, они развиваются по-разному или нет зависимости такой? Ну, я бы, я не знаю таких исследований, где вот контрольная экспериментальная группа, да, были бы выборки достаточно для таких выводов, да, репрезентативно. Я вот сижу сейчас и думаю, как хорошо, что меня спрашивают как психолога, а не как маму. А то мне пришлось рассказывать тоже чувственные истории. Ну, так можно в книгах пишут. Баританские ученые доказали. Баританские ученые доказательства, да. Но я думаю, что если бы... Вопрос, который часто звучит и на семинарах для родителей, и в консультациях, бить или не бить, я думаю, что если бы столько же времени посвящали вопросу, как построить отношения с ребенком, а не как его наказать, то все было бы гораздо лучше у нас в отношениях с детьми. И я не очень понимаю вот этого перевеса почему-то в эту сторону. И прежде всего у христиан. То есть так много книг написано о том, как наказывать и столько споров, бить или не бить, и столько вообще вот топтаний вокруг этих текстов писания, которые были приведены. Но так мало на тему, а как же все-таки строить отношения с детьми. Что делать родителю еще, кроме как наказывать, когда он упрямствует, когда он обманывает, когда он ворует. Я вот, ну, может, я не знаю, там, по современной какие-то книге я не очень... Подробно знаю их все, но я вот мало встречаю книг, которые говорили бы об этом. Вот просто, ну, как бы, вот беда, или там, вот проблема, или вот, как бы, поведение. А давайте, вот, как мы говорили, 10 тысяч способов, как с этим справиться. Все сводится к бить или не бить. Ну, что ж такое узкий выбор-то? Наоборот, струментов. Да, опять мы... Ремнем, отверткой. Вот, поэтому я полностью согласна, что самое ценное, что есть у нас с нашими детьми, это отношения. Это то, что пойдет в ту жизнь уже, когда они будут взрослыми, когда они уже не придут к нам, потому что они обязаны прийти в этот дом. А могут прийти только потому, что они захотели прийти к нам чем-то поделиться. Вот, и это результат не выбора наказания, а это результат приоритетов. Вот, я не считаю, что бить ребенка правильный метод наказания, хотя бы просто по какой-то, знаете, такой физиологической чисто причине. Мы больше. Сильнее. Мы сильнее. То есть это даже в спорте так не работает. То есть одна весовая категория должна быть у спортсменов. Вот. Вот, и поэтому, ну, это просто не стоит этого делать. Нужно наказывать надо, дисциплинировать надо, ставить границы, показывать черное, белое, одобряемое, неодобряемое, надо. Но не сводите все к физическому наказанию. У нас есть еще один вопрос. Ты хотела что-то сказать, Арбен? Я заметила, что в этой культуре, в русской культуре, пожалуйста, не обижайтесь. Я заметила, что здесь очень много фокусируется на не вознаграждении, а на наказании. Я имею в виду, что, например, когда что-то хорошо, эмоции прям, они ровные. Ну, хорошо, молодец. Правильно. Так и должно быть. Да, так и должно быть. Это ожидается от тебя. А когда ты что-то плохо делаешь, вот эмоции на грани, все, ты теперь будешь слушать. А я с мужем много говорю, что давай мы будем вот так, наоборот, вырасти ребенка, потому что для меня это очень нормально, когда что-то хорошо, то, что ожидается от тебя, родители говорят, вот это, да, это превосходно, ты молодец. И вот, и очень часто много вот этой хвали для нас в нашей культуре, это очень, ну, просто, это как дышат. А мы сейчас делаем очень, фокусируемся тоже на этом, потому что если просто фокусироваться, ну, как мы будем наказать, а давай тоже будем говорить, как мы будем вас дать. Да, это очень крутой подход. Да, это правда, так и есть. Я сам себя ловлю на мысли очень часто, что там, и мне Тима тоже, ну, старше нас. Вот, я что-то сделал, ты ничего не сказал. А я себя ловлю на мысли, ну, правильно, это ж так и должно быть, да, да. И это вот, ну, как бы внутри, и над этим надо работать. Я только исправляю, но не пощее. Да, да.